Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о том, почему некоторым хвостым мальчикам нравится общаться с замужними девочками На эту тему довольно много говорят психологи Мы не психологи, поэтому рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения С точки зрения объективного материализма Причем грубого И вот типичная ситуация Возле девочки, которая в счастливом браке, вертится чудаковатый холостой мальчик Рядом полно свободных кандидатур противоположного пола Сидят и скучают Вопрос первый Почему он тратит время и силы на заведомый невариант? Вопрос второй А почему она его сразу не отошьет? Сейчас психологи нам все и объяснят Психологи, конечно, объяснят, основываясь на подсознании и на моделях поведения, характерных для того или иного психотипа личности Но мы, люди научного склада ума, подозреваем, что решающую роль все-таки играет именно грубые материальные потребности Потому что жизнь это вообще штука суровая и жестокая И если ты не приспосабливаешься к окружающей среде, то тебя сжирают вместе со всем твоим подсознанием и со всеми умными философскими мыслями и идеями Вот я, замужняя женщина Но я очень болтливая женщина Поэтому мне в сутки надо говорить минимум 4 часа Иначе у меня дефицит общения и депрессия Если меня не пускать на тусовки, то я буду говорить с продавцами, с попутчиками Да просто с людьми на улице, пока не наговорюсь Ну, те, что подруг мало Ну, зачем же общаться со всякими странными мужиками? Я-то не ревнивый, а другой мужик мог бы вам обоим по морде надавать Хочется же разнообразного общения Например, просто весело рассказать, как не надо общаться с женщинами Какому-нибудь 40-летнему действеннику, который вдобавок к своим перверсиям Еще и начитался религиозных книжек про брак и целомудрие Подобный персонаж в православной субкультуре Неофициально называется целомудак Целомудак Это потому что он изображает из себя целомудрие А ведет себя как чудак на букву М Поговорить с таким, это может быть единственная в жизни возможность Сказать взрослому человеку Ты охренел Зачем ты ей такое вякнул? Я не могу сейчас передать те эмоции Которые при общении с такими мальчиками получаются А теперь об интересах мальчика Ему не хватает даже простого приятельского общения с противоположным полом Он давно тусуется везде, где только можно У него уже полный смартфон контактов назнакомился Но вот он назнакомился полный смартфон контактов Но с этими девочками он не общается У него просто не получается с ними общаться Ни приятельства, ни дружбы Даже флирта у него не получается Не так сложно познакомиться, как продолжать общение И есть такие мальчики Да, вот он познакомился А общение не получается И вдруг вот получилось Что с замужней девушкой Хлоп И получились сразу кратковременные приятельские отношения Общаться легко и приятно Напоминаю Приятели это те, с кем приятно общаться Друзья, когда еще добавляется взаимопомощь Любовь, это когда уже к дружбе добавляется сексуальное влечение А еще есть просто флирт, когда в основе отношений сексуальности ничего больше Кстати, замужняя девочка очень часто оказывается и внешне симпатичнее И вообще неприятнее, чем какая-нибудь свободная девочка в активном поиске Ну, во-первых, за эти качества на ней кто-то женился Во-вторых, за время супружеской жизни Она научилась общаться с мужчинами Как минимум со своим мужем Ну, другие мужики, скорее всего Во многом похожи Все мужики одинаковые, как девочки говорят Ну да Втретьих, у нее устроена личная жизнь Поэтому она сытая, довольная, счастливая Жизнерадостная Жизнерадостная, сексуально удовлетворенная И ей только ходить на тусовки и общаться У нее единственная проблема, это поговорить нужно Все остальное у нее уже решено А еще замужняя девочка дома всех достала своей болтовни Особенно мужа А здесь мальчик ей заинтересовался Ее слушает с интересом Она и рада высказать всем, что у нее на душе А дальше обычная ситуация развивается так Девочке этот мальчик довольно быстро надоедает С одной стороны, у нее умный, красивый и любимый муж С другой стороны, мальчик, с которым она вот так только что радостно общалась Он ей через полчаса надоедает Потому что, как правило, мальчик-то он не особо интересный У него еще какие-то проблемы в общении Скорее всего, из-за этих проблем у него и личная жизнь не обустроена Но вот только мальчик при этом ошибочно полагает Что вот эта замужняя девочка, она в него все влюбилась Любовь с первого взгляда И сейчас она бросит своего мужа И выйдет за него замуж И они будут жить долго и счастливо Но только вот девочке-то Этот мальчик, он уже надоел И ей, в общем-то, он нафиг не нужен Он, грубо говоря, для нее Ну вот как унитаз для своей сна, панулся Хорошо бы, чтобы замужняя девочка дала понять мальчику Что между ними не дружба, не тем более любовь А просто интересно поболтать А то вдруг влюбится и она делает всякой ерунды Да, кстати, в искусстве таких примеров довольно много Обычно, кстати, ну обычно вообще ситуация разрешается естественным путем Но девочке этот мальчик надоел И она дальше идет реализовывать свою потребность в общении к другим людям К своим подругам или даже к той девочке Которая с этим мальчиком куда-нибудь сходила Он за ней попытался ухаживать И теперь девочке надо срочно поделиться с кем-нибудь Возникшими при этом эмоциями Почему бы и нет? Что естественно, то не безобразно Да, ну а мальчик, в свою очередь, находит несколько таких замужних девочек С которыми у него получается общаться Может быть даже какие-то приятельские отношения возникают Может быть даже дружба, может быть вместе куда-нибудь там в театр ходят Или в паломнические поездки ездят Ну да, тоже почему бы и нет В принципе, в этом ничего плохого нет Но единственная проблема, что он с девочками, которые доступны для брака Он с ними-то не общается У него как не получалось с ними общаться, так и не получается И он удовлетворяет свою потребность общения на замужних девочках И если так будет продолжаться дальше То он, как ни странно, никогда личную жизнь свою и не обустроит Причем даже если в этой ситуации одна из девочек освободится Например, вдовеет или разведется То с ней построить личную жизнь, скорее всего, не получится Потому что она сразу станет не такой привлекательной, как была раньше Ну конечно, она была при мужа Она была вся замечательная, вся отдохнувшая, счастливая, жизнерадостная И отдохнувшая, и сытая А сейчас она стала вся такая в проблемах Ей тяжело А мальчику-то хочется, чтобы была красивая, жизнерадостная и общительная Она переходит сразу в тот разряд тех девочек В разряд тех девочек, которых у него полный смартфон И с которыми он так и не общается В такой ситуации психологи обычно советуют мальчику что-то осознать и поменять в себе И даже готовы за скромную плату помочь ему это сделать С точки зрения объективного материализма, зачем что-то менять? Ведь потребности-то удовлетворены У одной стороны потребность в общении И у другой стороны потребность в общении Они общаются, они довольны Конечно, можно из застенчивого скромного чудака Сделать какого-нибудь вульгарного пикапера Психологи это умеют делать Но только далеко не факт, что от этого будет счастье и практическая выгода Если посмотреть на окружающих людей То можно обнаружить, что даже самые инвалидные инвалиды Самые интровертные интроверты И даже самые чудаковатые чудаки Как ни странно, устраивают личную жизнь Как они это делают, это другой вопрос На который мы ответим в одном из следующих видео На этом мы прощаемся с вами Это были Семьеведы-любители Колян Платков и Лена Магадан Подписывайтесь на наш YouTube-канал Платочек Ставьте лайки Пишите комментарии Просьба в комментариях также писать Все, что вы думаете по вопросу Почему иногда Холостым мальчикам нравится общаться С замужними девочками До свидания Спасибо за внимание До встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok